С 30 сентября по 5 декабря 1941 года на подступах к столице развернулись жестокие бои. Победа советских воинов в битве под Москвой стала зарей освобождения всей нашей земли от фашистских захватчиков. Почтить память воинов, отдавших свои жизни за родину, у мемориала, расположенного на Коммунистическом проспекте в Голицыно, собрались жители города, ветераны, представители администрации городского поселения, депутаты, учащиеся и преподаватели 2-й Голицынской школы. Германия представляла смертельную угрозу не только для всех народов нашей страны, но и для всего человечества. Сегодня мы собрались здесь, чтобы вспомнить события, которые происходили на подмосковной земле 76 лет назад. Глава городского поселения Голицын Александр Тудоров в своем выступлении напомнил, что в битве под Москвой принимали участие сотни местных жителей и многие не вернулись с поля битвы. Подвиг мужества и героизма надолго останется в наших сердцах и в нашей памяти. Это яркий пример мужества и героизма, стойкости для наших детей, для нас, для наших внуков. Этот подвиг мы будем помнить всегда. На митинге также выступили председатель Совета ветеранов городского поселения Голицыно, почетный житель города Валентин Романенко и заместитель председателя Голицынского отделения ветеранов пограничной службы ФСБ Российской Федерации Евгений Будьком. Настоятель храма преподобного Серафима Саровского, священник Леонид Сычев, отслужил литью по усопшим воинам. Мероприятие завершилось минутой молчания и возложением цветов к мемориалу. В деревне Дарьино Назаревского поселения 76-ю годовщину начала контрнаступления советских войск отметили официальным открытием памятного мемориала. Он выполнен в форме звезды с высеченными именами 20 бойцов – жителей деревни, сложивших свои головы в годы Великой Отечественной. У этого памятника уже была своя история. Этот памятник находился около храма. Он был построен по инициативе за счет средств неравнодушных жителей деревни Дарьино. Но сейчас уже 21 век диктует свои традиции и свои обязательства нас, потомков, перед павшими воинами в Великой Отечественной войне. И было принято общее решение перенести памятник на лучшее место, облагородить его и сделать не просто памятником, но неким обелиском и местом притяжения местных жителей. Жители и гости сельского поселения приняли участие в митинге и возложили цветы к плите. Низкий поклон и вечная память всем советским людям, отстоявшим столицу в жестоких боях. Святая Русь, храни, храни надежду, веру и любовь.